Время суток, ребят. Попросили снять видео, как забивать один на один. В этой игре это очень просто делается. Просто едете на удобную руку, берете шайбу, неважно с какой стороны. Потом перекладываете на неудобную, и опять на удобный бросок. Проще? Нет. Вот это самый простой и легкий вариант. Ну, если у вас СОП умеет переключаться на вершинное управление, то он уже наперед будет ваше движение считывать. И в данном случае придется делать вот так. Так, смотри, ребят, не получилось. Подкидку. Еще раз, если у вас СОП, давайте разберем моменты. То есть, сам простой вариант. Вы едете, держите на удобную, перекладываете на неудобную, и опять на удобную. Неважно, слева или справа выезжаете. Поэтому я говорю, как это будет выглядеть у вас. В конкретном случае это было налево. РТР думает, что будет бросок. Перекладываете направо, он уже думает, что будет бросок с неудобной. И опять налево. Как в жизни, так и в компьютерной игре. И забрасываете. У меня это 90% случаев походит комбинат. Но повторяю, что иногда СОП соперник на ручное управление переходит и просто слева стоит, например, или вперед выкатывается. В данном случае вы подъезжаете. Вот это все в финтах у меня есть, ребята. Я здесь графику к компьютеру не буду вставлять. Подъезжаете, взимаете правый скиллстик, убираете под себя и перебрасываете СОПа. Он обычно вперед выкатывается. То есть два таких варианта забития самых простых. Ну и если вы немножко сбоку приезжаете, узнайте этот гличевый гол, за тело прячете, забиваете в дальний угол, и с удобной, и с неудобной. Если вы сбоку едете, прячете, сейчас не получилось, прячете за корпус шайбу и просто бросаете из-за спины. Все удобно, если неудобно, неважно, слева, справа, одинаково будет. Просто приезжаете в вратаря, прячете шайбу с клюшкой за корпус и бросок дальний. Ну, все-таки самое простое, это то, что я показал, удобный, неудобный, удобный, неудобный, удобный бросок. Самый простой вариант. Дискутиватор, кстати, просчитывает движение, вперед попался. И так, удобная, неудобная, удобная. Сам простой вариант. Не знаю, тысячу голов таких, наверное, забил в этой игре. Всегда, всегда проходит, очень просто делать. Потренируйтесь немножко. Потренируйтесь немножко. Будете забивать такие голы сотнями. Один на один, все-таки выход нужно уметь делать. Так, еще я, кстати, забыл сказать, я вариант, я когда нажимаете X, закрываете шайбу. Я забыл, так, такой вариант, когда вы играете против защитника, нажимаете X, закрываете так шайбу корпусом. На данном случае, резко убираете, но удобно, тоже вратарь не ждет. Такого развития событий, я так тоже часто забивать стал. Еще раз, вот здесь вы часто бываете за воротами, подбираете шайбу, нажимаете X на плойке, закрываете шайбу корпусом, делаете круг и резко перекладываетесь перед воротарем и гол. Все-таки вот это самое простое. Вот это фирменный Патрика Кейна гол, он здесь не проходит, потому что подъезд перекладывается на неудобный, сразу бросок, здесь это не идет. Я же, как в прошлом хоккее было, я много раз пробовал всякими движениями. Сейчас прошло, но обычно такое не проходит. Видите? Поэтому именно удобно, неудобно и удобно. и все это делается правым скиллстиком в основном, левым, вот этим, вот левым я ничего не делаю, все правым на руках. Потренируйтесь, раз стоит, поделайте, поймете, все просто. Сейчас суперстар стоит, понимаете, вон, воротаря как будто нет. Даже смешно, как они, компьютерные вратарии, ведутся на это движение. Единственное, кто проблемами не доставлялся, это Оттингер, Оттингер, 93, по-моему, он почему-то вот так, вот как сейчас было, реагировал, отбивал, и все. Все, ребят, спасибо за просмотр, мне кажется, я тут все рассказал, проще, наверное, проще, наверное, нечего забивать, все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok